Мы сегодня поговорим на тему настройки прав в 1С документа оборот. Возможно, для вас это не новая тема, в принципе, это тоже не проблема. Мы как бы зафиксируем понятие настройки прав в 1С документа оборот, посмотрим механизм настройки. Если у вас будут какие-то дополнения, мы будем рады услышать. То есть, в принципе, тут у нас, скажем так, открытая площадка. Делитесь своим опытом. Нам интересна тема 1С документа оборота, любые какие-то моменты, которые вы хотите услышать в дальнейшем от нас. На последнем вебинаре мы поговорили про новые фишечки, механизмы, которые добавляются в эту систему. И на прошлом же вебинаре нам сообщили, а давайте поговорим про настройку прав. Мы как раз решили осветить эту тему отдельно. Опять же, если где-то вы не услышите своих каких-то нюансов, связанных с вашим опытом настройки или с той логикой настройки, которую хотите увидеть в своей компании, мы готовы проговорить это отдельно. Может, нам даже эта интересная тема будет, и мы ее осветим в отдельном вебинаре. По вашему примеру. Сегодня у нас настройка прав. Мы будем смотреть презентационный материал. Это основная тема. И немножко переключаться на базу, чтобы те, кто не видели систему 1С документа оборота или только начинают ее осваивать, тоже привыкали к интерфейсу, вот, скажем так, понятиям и реализации вот всех этих механизмов уже непосредственно в системе. Так, какие у нас сегодня задачи? Это, по сути, вот определиться с вот этим перечнем понятий. Понятий, что такое полномочия, политики доступа, какие могут быть разрезы доступа в рамках системы 1С документа оборота, как это у нас укладывается в рамках рабочих групп, вот, ну и делегирование прав. По сути, там у нас еще есть какие-то, да, там, нюансы, связанные с грифами доступа, там, с настройкой прав в рамках папок. Вот, все это, скажем так, комплексная такая тема, которую мы вот сегодня постараемся разобрать. Вот, скажем так, азы этой темы. Вот, ну и попробуем настройку некую в системе, вот, на нашей тестовой базе. Для понимания, чтобы нам понять эту тему, нам, по сути, нужно разобраться, какие есть вообще настройки доступа, да, в 1С документа оборота. Вот, как эти права настраиваются на небольшом примерчике, и как формируется результат настройки прав. Ну, в принципе, мы тут проговорим результат, ну и постараемся ответить на ваши вопросы. Вот, если это где-то какие-то объемные вопросы, мы их вынесем отдельно. Если какие-то, вот, скажем, вопросы, которые мы сейчас сможем сразу же осветить, мы на них ответим вам. Вот, посмотрите, у нас есть общий чат. Вот здесь переписки, можете вопросы туда направлять или на отдельную вкладочку вопросов. Вот, там будет подсвечиваться. Мы сразу же увидим их. Так, по сути, как настраивается доступ в 1С документа оборота? По сути, мы разграничиваем права ко всем данным в информационной базе. И для этого есть ряд настройок определенных. Если вы заходите в систему 1С документа оборота, в блоке администрирования, настройка программы, есть гиперссылочка, права доступа. И, соответственно, в ней уже мы глобально настраиваем, что мы будем использовать там полномочия, политики доступа и некие специальные настройки там проставляются, вот, которые вы тоже сегодня проговорили. Вот, которые, так сказать, будут уже детализировать эти настройки. Первое понятие – это понятие полномочий. Вот, наверняка это знакомое всем, кто сталкивался с 1С-ом понятие, вот, так как, по сути, данные права используются, ну, практически во всех системах. Вот, то есть у нас есть там или группа доступа там называется, да, там, например, в управлении торговлей, ну, вот, профиль доступа. Здесь это полномочия, это, по сути, самый крупный элемент настройки прав, когда мы глобально разбиваем систему и говорим, что вот конкретному пользователю будет доступно там ведение внутренних документов, да, доступ к внутренним документам или входящим, или происходящим. А вот, то есть это такая, или вообще им будет доступно только чтение данных элементов или редактирование. Вот, то есть это крупно, мы сегментируем нашу базу и разбиваем ее там на группы или пользователей, которым доступны вот эти большие блоки, да, наши. По сути, все полномочия, они вот идут списочком по умолчанию в системе преднастроены, там, внутри выбраны роли, которые доступны данному данному полномочию, да, по сути. Вот, а далее мы можем создавать и свои полномочия отдельно, то есть дополнять их, расширять, вот, или наоборот делать более там и настройки полномочия. Второе понятие – это политики. Политики доступа, по сути, мы здесь уже разграничиваем разрезы определенные. Вот, мы разбили базу на определенные сегменты большие, крупные, и дальше в рамках этих сегментов, по сути, вот у нас есть входящий документ, в рамках входящих документов у нас может быть несколько видов документов, и вот здесь включается разрез доступа. Мы определяем, что для данного входящего, шаблона входящего документа, ну пусть это будет там акт какой-нибудь, да, входящий, вот, то пользователю будет доступно в рамках его подразделения только эти акты, или в рамках организации, вот, или в рамках какого-то грифа доступа. Вот, тогда уже из всего массива входящих документов по актам данного пользователя будут доступны доступные документы, которые мы определили разрезом, да, там, опять же, организация, подразделение, гриф доступа, то есть вот уже идет детализация. И еще уровень более, скажем, накладывается более тонкий, это права на папку. Вот, они у нас доступны только в внутренних документах, да, входящие и сходящие, не детализируются папочками, но основной массив документов у нас как раз-таки, которым мы хотим как-то более четко ограничить доступ, это именно внутренние документы, вот, и там, в зависимости от доступа к папке, мы еще более детализируем доступ. Вот, здесь у нас уже ограничений нет, то есть, насколько мы там сделаем этих вложений папочек много, настолько мы сможем детализировать этот доступ, вот, но, опять же, сильно заигрываться не надо, да, то есть, нужно определять, что каждый раз, когда мы настраиваем какую-то политику, полномочия даем пользователю, детализируем права на уровне папок, все это, скажем так, нагружает систему в плане пересчета прав, вот, и чтобы сильно не заморачиваться с пересчетом прав, нужно очень тонко подходить к вопросу детализации. То есть, если нам достаточно дать пользователю полномочия, там, ограничить его каким-то разрезом доступа, одним определенным, и четко дать доступ к папке определенной, вот, вот это нормально. А когда начинается, там, много-много вложений в папок, и там, разные доступы, это, конечно, допустимо, вот, но всегда должно быть оправдано, любое, да, ограничение и усложнение. Так, это вот три таких основных понятия полномочия, политики доступа, определяющие разрезы, и папки хранения. Вот для примера, чтобы понять сейчас, вот это первое крупное понятие полномочий, мы, самый распространенный, возьмем вариант, который всегда настраивают и хотят настроить у себя в системах. это, вот, у нас есть две организации, опт и розница, условно говоря, да, называются. Вот, мы введем для данного примера группу доступа и выдадим полномочия определенные. Вот, в нашем случае, это будет входящий документ. Вот, но, опять же, это не принципиально, какой мы сейчас документ берем, главное, вот, увидеть, как выдаются эти права. Также мы можем провести настройку не отдельным пользователем, и это, по сути, основная такая модель работы с 1С документооборотом. Вот, нужно понимать, что когда мы выдаем права или вообще какие-либо настройки делаем персонально для какого-то пользователя, вот это у нас усложняет работу, да, у нас в каждом подразделении может работать там 10-100 человек, и вот каждому сидеть, делать настройку, потом пересчитывать это все в системе, ну, какая-то сложная тема, неправильная с позиции вот введения учета в этой системе. Поэтому главная рекомендация, это введите настройку в рамках подразделений, рабочих групп или роли используете. Тоже удобная штука. То есть, далее, когда у вас будет что-то меняться в системе, там, вы, один пользователь переходит или увольняется, да, или переходит в другое подразделение, там, у него какая-то роль поменялась, вот, вам достаточно будет просто его перенести в эту группу, там, в подразделение, и все права пересчитаются у него, и вы будете точно знать, там, как у него изменились права, какие доступы есть, вот, без дополнительных проверок. Так, попробуем переключиться на демонстрацию. Так, я здесь под рукой держу Skype, чтобы мне, если что, сообщили, если экрана не будет видно. Сейчас немножечко загрузится приложение. Мы на базе, сейчас попробуем выдать полномочия. Опять же, кто этим уже занимался, наверное, не настолько интересно будет, но, в принципе, мы определимся вот с этим понятием, да, укрупненным, и увидим, что это вообще представляет себя на базе рабочей. Так, начинаю трансляцию. Так, подскажите, видите ли базу 1С, можете написать в чате, видно ли вам. Так, видно, отлично. Значит, 1С документа оборот. Я вкратце сейчас пробегусь по интерфейсу, чтобы, опять же, те пользователи, которые только начинают работать с этой системой, поняли, да, о чем речь, где мы находимся. Вот это начальная страница системы 1С документа оборот, текущие дела. Такой мониторчик. Здесь мы контролируем те задачи, которые нам назначены. Если мы являемся руководителем, соответственно, здесь мы увидим все задачи нашего отдела, может, какие-то просрочки сразу же будем мониторить. Если у нас подключен внутренний почтовый клиент, мы здесь видим сразу же входящие письма, нам можем их обработать. То есть это такие быстрые контрольные точки, которые выведены к вам на рабочий стол, и вы сразу же через них сможете сработать с какой-либо задачей, документом, с входящим каким-то элементом. Может быть, где-то вы выставили какие-то контрольные точки в рамках бизнес-процесса или документа, и хотите постоянно мониторить это. Вот это будет у вас доступно всегда на рабочем столе. Далее, если говорить об интерфейсе, вот основной интерфейс и полный интерфейс 1С документа оборота Корп. Основные блоки, которые нам доступны, это документы и файлы. По сути, основной блок, в котором хранятся все документы, и нам доступны наши документы, которые мы создали в системе, файлы, когда-либо, которые были загружены, опять же, при полном доступе, мы здесь видим все. Совместная работа блок. Здесь определяются основные задачи, мы мониторим вообще задачи в рамках бизнес-процесса, которые были запущены, ну или простые задачи, которые были поставлены. Вот, возможно, здесь нам нужно будет через этот интерфейс почту проверить, там, не знаю, добавить какие-то проекты, вот, создать, ну или, опять же, проследить процессы, которые происходят по документам и запущенным. Учет рабочего времени, он нам помогает детализировать трудозатраты, то есть у нас, да, есть работа с документами, есть работа по процессам, связанная с этими документами, и нам каким-либо образом нужно понять, чего там проработалось и дольше всего, где подвис, процесс или задача определенная. Вот здесь поможет блок учета. Здесь у нас выведены определенные отчеты, вот, и можно добавить трудозатраты, вот, детализировать их, опять же, и контролировать. Вот это три основных блока документы и файлы совместной работы и учет рабочего времени, которыми пользуется обычный пользователь, да, мониторит их. Дальше, больше такие, полуадминистративные и административные блоки. Нормативно-справочная информация, здесь, по сути, для всей системы мы добавляем документы, шаблоны документов, мероприятий, проектов и так далее, то есть это, по сути, база, основа, которую дальше пользователи будут использовать при создании документов, тех же мероприятий и проектов. Вот, ну и, соответственно, дополнительная НСИшка, информация, то есть те же рабочие группы, здесь мы можем добавить, там, должности, если это требуется, ну и ввести структуру предприятия. Управление процессами это те самые, тот самый движок, да, это и система, который, там, наш документ, который мы внесли, делает его подвижным, направляет к определенному пользователю в нашей системе, вот, ставит задачу, мы это делаем, или используем еще какого-то сложного процесса, который включает в себя простые задачки, исполнение, поручение, там, подпись, вот, ну и, соответственно, тут могут быть, ну, и простые задачи, выведенные в шаблоны, и какие-то комплексные, сложные. Вот, пропущу настройку администрирования, есть настройка персональная, то есть, все уведомления в системе, там, та же работа с почвой, если вам что-то нужно поднастроить под себя, вы можете это сделать в отдельном блоке персональных настроек, вот, ну, а глобально для администратора, и вот сейчас, для нашей задачи разграничения прав, есть блок настройка администрирования, в нем выведена отдельная, отдельный перечень прав доступа, вот, как раз таки мы здесь видим полномочия, политики доступа, делегирование, ну, и грифы доступа, группы доступа, связанные с физическими лицами и контрагентами, опять же, это та самая детализация, которая наши крупные сегменты дает им более тонкий разрез доступа. Полномочия, вот, для того, чтобы определиться с полномочиями, мы заходим, соответственно, по данной ссылочке, видим список полномочий, которые нам по умолчанию доступят, нас сейчас интересует работа с входящими и исходящими документами, вот, соответственно, вы можете выдать прямо здесь, зайти в эту группу и добавить сюда пользователя, да, или группу, опять же, на доступ к данному профилю. Вот, перечень ролей тоже вы видите, который будет доступен данной группе. Вот, или мы наоборот, идем в нормативно-справочную информацию, рабочую группу, да, у нас, например, нет рабочей группы, или мы хотим перенастроить, я ее здесь перенастрою, вот у меня есть струдники 1, я их переименую в опт, струдники опт компании, вот у меня здесь какой-то перечень есть, могу добавить еще кого-то, да, Ковалева, например, записать, закрыть, вот, мы их обзываем каким-то способом, розница, вот, и здесь же у нас доступны полномочия, кнопочка, полномочия, разрешение, галочкой проставляем, все, готово, для опта мы определили данную группу, записали, закрыли, и для сотрудников розница определяем данную группу, работа с входящими и исходящими документами, вот после того, как мы выдали данный профиль, мы точно понимаем, что для наших сотрудников, вот этих двух организаций, условно говоря, которых мы разбили на две группы, рабочие группы, вот, в зависимости от их организации, мы точно знаем, что они могут работать с входящими и исходящими документами, так, если мы закроем, да, сотрудников и сотрудники розницы, здесь также мы могли это добавить, или, если нам нужно опять же ограничить им доступ к входящим и исходящим документам, мы целиком группу удаляем отсюда, так, переходим обратно на презентажку, я пока прикрываю демонстрацию нашу, так, установил трансляцию, и переходим обратно, презентажку видите, коллеги? Так, презентация видна, идем дальше, мы вот сейчас выдали полномочия, вот, после того, как мы выдали полномочия, мы можем переходить к более тонким настройкам, это политикам доступа, вот, политики доступа, по сути, у нас будут определять разрезы доступа, каким данным, вот, есть общие входящие документы, окей, мы к ним выдали доступ, теперь нам нужно определиться с видом документа, с теми правами, которые точно будут доступны пользователю, с видом документа, глифом доступа, вот, и организацией, мы как раз-таки изначально, да, хотели ограничить доступ по организациям, для этого мы ввели группы разные, в зависимости от организации, дали им общие полномочия управленные, и сейчас будем детализировать, вот, ну, соответственно, вот все разрезы доступа на слайде, которые нам доступны, вот, они также могут включаться в настройках, вот, и они дополняются уровнем использования этих данных, то есть мы даем, опять же, или чтение, или редактирование, если это касается регистрации, можно давать только доступ по регистрации к данному документу, например. Вот, состав разреза доступа, также, вот, когда мы заходим в настройки прав доступа, то, о чем мы говорили, да, специальные возможности у нас есть, мы вот эти разрезы можем, там, уменьшать, там, по сути, убирать все грифы, организации, они не будут, эти разрезы доступны, вот, мы там только будем детализировать подразделением, условно говоря, нашего разреза доступа, или наоборот, иметь такой мощный вариант детализации и буквально точечно выдавать права к конкретным объектам данной системы. Вот это все будет нам доступно в политиках доступа и учитывая эти разрезы. так, далее, вот мы как раз-таки выбираем пользователя, мы определились, что у нас будет группа доступа и определяем уровень доступа, чтение, редактирование или регистрация документа. И, по сути, они также могут настраиваться, ну, мы полномочиями уже увидели, они настраиваются как в списке, так и отдельно мы можем в группе полномочия добавить. Вот. И давайте посмотрим это на экране. Так, сейчас я переключаюсь опять. Так, трансляция пошла. Вы видите мой рабочий стол. Значит, мы сейчас дополняем политики доступа. Они здесь же у нас находятся рядом с полномочиями и в политиках доступа. Смотрите, есть разрезы. Вот. Я сейчас определяю, что, условно говоря, запрос надо, это вид документа уже детализированный. По умолчанию мы видим с правой стороны кому доступен данный документ. Вот. Почему подчеркивается синим и по сути здесь с этими группами ничего не сделать, удалить их невозможно из них, потому что они выданы глобально по всем документам. То есть, если вы вносите на верхнем уровне группу и выдаете уровень доступа, она будет действовать для всех документов, которые входят во входящие документы, созданные во входящем документе. Вот. Нас интересует запрос. для запроса мы добавляем нашу рабочую группу. Так, нашу рабочую группу и сотрудники опт. Вот. Редактирование у нас будет. И рабочая группа сотрудники розницы. Вот. Точно к запросу, к шаблону входящего документа запросу у этих групп будет доступ. По умолчанию устанавливается редактирование. Нас это устраивает. Они должны будут создавать документы, как-то работать с ними, изменять их. Далее, так как у нас есть грифы доступа, мы проверяем их. Здесь на верхнем уровне добавили права разрез доступа всем пользователям, поэтому мы даже здесь не заморачиваемся. По умолчанию гриф доступа нашим группам будет доступен. и наша задача осталась определиться с организациями. У нас введено две организации опт и розница и мы здесь только добавляем данные группы. Вот. Соответственно, в организацию добавили сотрудников, группу сотрудников опт с редактированием, а для розницы сотрудников розницы. Таким образом, мы понимаем, что для документа запрос доступен всем группам, но при этом детализация по организациям будет по отдельным группам. То есть запрос будет приходить, если на организацию опт, то будет видеть только группа сотрудников организации опт. Вот. Вроде бы такая элементарная штука, но многие с этим путаются на начальных этапах. Да, и обязательно проверяем в общем, вот у нас здесь уже введены какие-то группы, да, и если мы хотим ограничивать права в зависимости от групп по организациям, нам нужно проверить все эти группы на наличие в них тех же пользователей. То есть права, они действуют на, скажем так, по максимально выданным правам. если в какой-либо группе он участвует и у него более расширенные права, значит будут действовать они, а те, которые ограничивают, они уже уходят на второй план. То есть ему будут доступны документы по всем организациям пользователей. Вот. Такой нюанс, мелочь, вот это тоже нужно запомнить. Так, переключаемся обратно пока. Вот дальше наша задача прийти к понятию еще специальных настроек. Как раз они специальные разрешения, а специальные разрешения в 1С документа оборот. По сути они у нас там же находятся в политиках доступа. Но в чем отличие, давайте уясним. Специальные разрешения это не расширяющие скажем так права, и их использование тоже должно быть оправдано. То есть мы когда-то начали работать в системе 1С документа оборот. Мы в первую очередь, так как это проще всего, начали с настройки общих полномочий. Дальше мы почему-то задумались, что нам детализация общая недостаточна. Не такая гибкая например для нас, у нас где-то появились сложные моменты, и мы решили перейти к специальным разрешениям. Нужно понимать, что специальные разрешения по умолчанию, если мы начинаем вводить для данной группы, то они отменяют общие разрешения. То есть если я к примеру для группы, которая входит в организацию у нас появилось подразделение отдельное, юристы, контролеры, которым нужно дать доступ к документам и организации розниц, то недостаточно будет ввести специальные разрешения под эту организацию, нужно будет и дублировать те разрешения, которые мы ввели в общих политиках доступа. Сейчас мы это будем смотреть, такая тема тоже тонкая, но если с этим разобраться, достаточно просто получается. Смотрите, мы ввели для входящих документов, для запросов ограничения по сотрудникам и розницам. Решили выдать специальные разрешения. Как раз появилась у нас определенная группа. Давайте посмотрим, что у нас за группа есть. Добавил уже. На всякий случай проверим. В рабочих группах у нас появилась у сотрудников ОП юридический отдел. Подчиненные делал сотрудникам ОП, но им нужно выдать более расширенные права. Соответственно, вот эти общие нам уже не подходят. Мы идем в специальные разрешения, в обходящие документы, добавляем рабочую группу, юридический отдел, уровень доступа редактирования. И вот здесь смотрите, какой нюанс. Для сотрудников юридического отдела нам нужно к определенному документу, мы его выбираем, все остальные отменяем, выбираем запрос, именно по данному виду документа мы выдаем доступ по двум организациям, его пиротницам. И вот как только вы это ввели и записали, все права, которые действуют для нашего отдела, входящего в сотрудники организации, для них перестают действовать. Поэтому для юридического отдела мы добавляем, по сути, дублируем их отдел, уровень доступа, и здесь уже определяемся, что им доступны все входящие документы, но с ограничением доступа к рознице. Таким образом, у них будет доступ к запросам по всем организациям к виду документа, и ко всем документам по своей организации. Вот в этом нюанс. То есть мы по сути детализируем и таким образом все-таки можем расширить их права. Но при этом нужно будет их ввести этот отдел два раза. Вот. Это то, что касается специальных разрешений. Переключимся обратно, найдем нашу кашку. Так. И локальный администратор. У нас есть общие права в политиках доступа, есть специальные права, которые мы сейчас увидели, как выдаются, и есть такое понятие, как локальный администратор. Вот в случае локального администратора вы по сути расширяете всегда права. То есть вам не нужно добавлять отдельные группы, здесь вы точно знаете, что если у вас есть общие права, и вы добавили права локального администратора, то у него не отменяются общие права, а они просто-напросто дополняются теми разрезами, которые вы здесь указали. Вот это основное отличие в политиках доступа и в этих трех вкладочках, которые люди периодически часто задают нам вопросы и хотят понять, в чем их отличие. Далее, следующее, вот первый уровень у нас были полномочия, второй уровень ниже политики доступа, здесь мы сдетализировали настройки и мы понимаем, что мы переходим к внутренним нашим документам, к тем самым папочкам, в которых хранятся наши документы и нам нужно еще более детально выдать права уже в зависимости от папочек. Это, опять же, в разных компаниях делают по-разному, самый частый вариант это в папочках дублируют структуру предприятия, в зависимости от этого ограничивают доступ к этим папочкам и соответственно в зависимости от настроек у нас есть возможность просмотреть документы в этой папке или мы запрещаем доступ к данной папочке несмотря на то, что этот пользователь входит в нашу группу, которую мы настроили. Если мы создаем отдельную папочку и там ограничиваем доступ, то он этой папочке никогда не увидит и соответственно документы, которые входят в эту папочку не будут ему доступны. Вот таким образом действуют вот эти галочки, которые мы проставляем зелененький или если мы не проставляем или устанавливаем запрет определенный, вот таким образом мы определяем схему доступа. Если у нас разрешено плюс не назначено, то по-любому этому пользователю действия будут разрешены по умолчанию. Если мы устанавливаем запрещение или и не назначаем, соответственно ему будут действия запрещены любые. Ну и действия соответственно здесь определенные, связанные с чтением, изменением вообще глобально данной папки или с данными, которые находятся в данной папке. Тоже нюанс, когда мы настраиваем доступ к вышестоящей папке, в ней же мы можем обозначить, что права будут распространяться на ниже стоящую папку, под папочку, вот, а в ней под папки проставить флаг, что да, будут ли наследоваться права от вышестоящей папки или нет. Так, и когда мы проставляем права на папку без доступа к родительской, то есть у нас есть, по сути, на верхнем уровне общая папка договоры, на нижнем уровне подчиненная папка договоры аренды и мы проставляем в ней права, но на договоры у пользователя нет прав, система нам сообщит, скажет, что пользователь таким образом не увидит эту папочку и мы можем вот здесь по гиперссылочке на договоры пройти уже в саму папку и в ней также дать права данному пользователю. То есть, чтобы не было этих пересечений, когда мы на нижнюю стоящую папку даем права, а вышестоящая нам вообще недоступна. Так, и когда мы с детализировали вот эти настройки, но по каким-либо причинам, не знаю, там, получается так, что пользователь у нас не, у него есть полномочия, у него есть права доступа, да, там, разрез определенный, и в папках мы дали эти права, вот, но в рамках этих прав ему не доступен какой-то документ, который персонально мы хотим дать ему доступ. Вот для этого существует в системе 1С документа оборот группы доступа, вот, если вы открываете документ, это последняя всегда вкладочка, вот, на ней или автоматически проставляется список пользователей, в котором доступен данный документ, или мы сами можем добавить этого пользователя, чтобы он видел этот документ, ну, или мог вообще с ним поработать, да, по процессу, по задаче определенной. Вот, мы можем сразу же в шаблоне документов заполнение данной группы сделать обязательным, тоже нужно учитывать, что это должно быть оправдано, вот, если вы четко понимаете, что вам недостаточно тех прав, которые мы уже проговорили, и вам нужно персонально выдавать права на определенный документ, то и это обязательное условие, да, потому что кого-то можно пропустить, да, в процессе, или при назначении, при старте какого-то процесса пользователь не увидит данный документ, вот, и на нем зависит задача, вот, для таких случаев можно в шаблоне документа обозначить галочку обязательное заполнение, и группы доступа пользователя обязательно будет проверять, дополнять, вот, так сказать, расширять права к документам, вот, шаблонное добавление, то есть, мы обозначили, что там обязательное добавление групп доступа пользователей, да, в рабочие группы доступа, мы можем сделать по умолчанию заполнение прямо в шаблоне, то есть, если у нас есть перечень сотрудников, которые должны постоянно при создании этого документа иметь права на этот документ, видеть его, вот, тогда мы его сразу же в шаблон вида документа добавляем, как только пользователь создает данные, использует данный шаблон документа, да, он там создал акт, в нем эта группа автоматом проставилась, то есть, ему, по сути, не нужно заморачиваться вопросом, вот, что там, заполнять, не заполнять, рабочая группа уже по умолчанию там увидел. И настройка есть определенная, то есть, все-таки, если по нашей логике не должно быть такого, что пользователь имеет определенные ограниченные права, но по какой-то причине его добавляют в данный документ, и эти права пересекаются, запреты, то есть, в рабочую группу добавили, но по настройкам администратора этому пользователю не должен быть доступен документ, соответственно, есть галочка, вот, соответствующая проверка, и система сообщит, если мы попытаемся добавить данного пользователя в рабочую группу документа, она сообщит, что по правам общим ему это запрещено. Тоже удобная для контроля тема. Дальше мы пойдем уже по таким частным вопросам прав, то есть, есть такое понятие в системе ангидных документов оборот, как делегирование прав, по сути, там, на момент отпуска нашего отсутствия какого-то, мы в командировке не можем работать в системе непосредственно, там, оставили ответственного сотрудника, вот, ну, и администратор, или если есть такие права, сам пользователь делегировал свои права. При этом нужно понимать, что делегирование прав, по сути, оно не дублирует выдачу прав, а оно только выдает результат тому, кому мы делегируем эти права. по сути, в общем, у меня права на эти документы не появляются, да, глобально в системе, но на время, которое мне передают, я имею права, там, с этими, именно конкретно от данного пользователя, да, получить переадресацию задачи или документа и поработать с этим объектом. Вот, как только время пройдет делегирование, вот этот результат, все документы, все задачи от меня уйдут, исчезнут. Соответственно, вот, делегирование прав можно конкретизировать, да, там, к каким объектам выдаются права, ну, например, там, нам нужно только, чтобы наши задачки мониторили или только нашу почту периодически проверяли, вот, для этого вот есть настройка, она, ну, как бы, не то чтобы к сожалению, но по опыту ее сделали зашитую по умолчанию, то есть, как-либо ее здесь расширить нельзя, только уже до работы какой-то, но в принципе по опыту этого вполне достаточно. Вот, такая детализация выборочная, ну, по сути, насколько я помню, когда делегируют права, то, когда пользователь уходит, он все там делегирует сразу же по умолчанию, даже не задумывается там какой-то детализации. Вот, есть еще такая штука в настройках прав доступа как права руководителей. Вот, мы выдали, да, там права руководителям нашим, далее, когда мы выдаем права подчиненным сотрудникам данного сотрудника, расширяются права, и тоже они расширяются за счет результата, он видит только то, что доступно его сотруднику непосредственному, вот, скажем так, не полные права передаются, а результат уже выдачи прав его подчиненным. Глобально для того, чтобы проверить настройку прав, вот, те, которые мы сейчас проговорили, вот, достаточно будет, если у нас рабочая группа заполнена, вот, да, ну, вот, по сути, самый частый вопрос, вот, чего у нас с правами мне почему-то недоступна. Первое, что вы должны сделать, если рабочая группа заполнена, это проверить полномочия и рабочую группу документов. Вот, если рабочая группа документов не заполнена, то мы по очереди проверяем полномочия, политики доступа и папочки внутренних документов, ну, если это внутренние документы. И, по сути, вот это такой путь понимания на доступ каждому документу. Так, вот, ну, глобально мы сейчас закончили все. Сейчас посмотрим, какие у нас вопросы есть. Так, а как сделать, чтобы пользователь мог делегировать права без прав админа? Ну, без прав админа делегировать не сможет. Вот, то есть он должен, у него, насколько помню, должны быть полные права администратора. Вот, ну, я имею в виду, что тут даже руководителям иногда выдают права администратора полные и так далее. Вот, в этих случаях сам пользователь может их назначить. Так, без прав админа. Ну, это Дмитрий дублирует вопрос. Так, коллеги, все ли понятно вот по тому, по тому, что рассказано. Вот, поделитесь, насколько доступно, чего, может быть, не осветили вот на данный момент. Вот, если брать в общем, мы сейчас проговорили, да, вот так, по верхам, где-то увидели примерчик, вот, чего, может быть, не хватило, если у вас уже есть опыт, вот, что бы хотели дополнить, а может быть, какую-то тему осветить, да, там дальше по 1С документа обороту, напишите, вот, или сейчас в чат, вот, наши контакты есть, на нашу общую почту можете писать, вот, давайте я напишу свою почту, можете мне лично писать какие-либо вопросы. какие темы вас интересуют, какие есть вопросы по данной теме, более детально доступы к разделам программы, к разделам программы имеете ввиду отдельно, как настроечку сделать. Дмитрий, а можете вот, как бы примерчик какой-то описать, что бы вы хотели увидеть, да, ну, отдельно к разделам какие доступы. Вот, если это объемная какая-то информация, то возьмем ее. То есть, ну, по сути, доступ к разделам у нас уже определяется на уровне полномочий. Вот, это тот самый большой уровень. Вот, а дальше, если какой-то интересный пример, можем посмотреть, давайте. Так, рабочая группа и шаблона и заполнять. Рабочая группа и шаблона выполняется и создание документа бесшовной инструкции можно обойти. Так, ну, я бы это посмотрел конкретно на вашей базе. насчет бесшовной сейчас точно говорить вам не буду. Кстати, у нас будет планируется тоже тема по бесшовной интеграции. Евгений, давайте если есть возможность мне на почту прислать скринами и описаниями, что у вас не получилось заполнить из шаблона при бесшовной интеграции и мы это проговорим. Проговорим, мы сделаем как раз отдельную тему. Опять же, если вы это уже на опыте увидели и у вас не заполнилось, скорее всего, тут вопрос больше разработчиков. только данные пользователей, может репетировать только данные пользователей. Ну да, это же, смотрите, Дмитрий, у нас есть политики доступа, в политиках доступа есть те самые роли, галочки, которые выведены. Вот тут, наверное, нужно вам просто к примеру взять пользователей форму и доступ, какая роль доступна чисто для пользователей. Но там в любом случае по умолчанию будут какие-то минимальные должны быть права для открытия вообще системы. В любом случае выданы. Там будет свой набор ролей. Ну и дополнительно пользователей укажут для репетирования. Вывод списка согласующих в шаблон документа подробный винар повреждается скриптами в один документ при заполнении шаблона. Да, кстати, интересная тема. Вот единственное у нас, опять же, смотрите, на очереди мобильное приложение и бесшовная интеграция. Вот я, единственное, надо будет посмотреть еще раз в последовательности. То есть, две темы интересующиеся это шаблонная интеграция и мобильное приложение. Мы тоже попробуем вот так вот в таком, скажем так, доступном варианте осветить эту тему. Вот, а дальше давайте запишем тоже интересная тема по работе со скриптами. Вот, сделаем какие-то примерчики. Вот, Дмитрий, если у вас будет свой живой пример, давайте возьмем его. Вот, опять же, почту я написал, пишите туда. Вот, тогда, коллеги, всем спасибо за участие. Давайте еще встречаться, вот, рассылка по темам будет. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо.